И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, всё так же на моде Ark Amps Live. И, ну я думал, вы заметили по графике, да, я установил наконец-то оперативную плату, я сегодня её купил, всё поставил, своя замута была с этим, я... А, в итоге у меня, когда я разобрал систему, блин, господи, чё ты с жопой-то, точнее, лицом в жопу-то воткнулся, фу, кошмар, я, наверное, даже смотреть не могу, я только сейчас это заметил, аааа, жуть. В общем, короче, чуть ли система не слетела, ну, точнее, запуск системы слетел и немножко пошло повозиться. Вот, кстати, базу я немножко сменил, я её убрал, прикиньте, у меня база, оказывается, жрала по замерам 300, ну, где-то примерно 300, 350 мегабайт оперативки, я офигел, короче. Ну, думаю, ну и смысл у меня от большой базы. Вот, убрал мод на мосты, говняный мод, он просто тоже из-за него сильно лагает. И всё, сейчас, если посмотреть, у меня игра жрёт 9 гигов, именно только игра, и это очень даже смешно. Ой, ух ты, нифига, прикол. Вот, как видите, я сделал такой домик маленький, здесь внизу у меня все наши любимые жуки, сверху я сделал такую платформу, чтобы забраться можно было. Здесь поставил генератор и поставил несколько, так, поставил несколько станков, чтобы можно было делать электросхему, потому что с ними была такая заморочка. Всё из-за того, что я... Так, вот это скидываем, скидываем, скидываем. Ну, нормально, хватит. Вот, всё это, собственно, было из-за того, что я... Создавал много пушек, очень много пушек создавал. Пушки создавал лазерные и... Не лазерные. Так, сейчас переместимся туда. Вот, собственно, как видите, моя армия пушек стоит. 10 лазерных пушек и 6 фотонных пушек. Собственно, почему именно такой расклад? 6 фотонных и 10 лазерных отнимают одинаково поляму. Ну, это у меня, потому что у меня стоит 100х дамаг от конструкций. То есть, соответственно, в обычных реалиях 10 лазерных пушек отнимают 100 тысяч, а 6 фотонных отнимают... О, господи, также 100 тысяч. В общем, суть-то дела в чём. Когда просто устанавливаем фотонную пушку, допустим, она дамажит 400. Закидываем в неё... Так... Опять дудка, господи. Линза. Линза. Вот, закидываем в неё лазер-кристалл. Так, кстати, она дамажит 200. Закидываем в вот это 400. Закидываем в вот это 600. Закидываем в вот это 1000. Примерно. Точно не помню. Ну, если я не ошибаюсь, то я прав. Вот. Суть дела в чём? Вот эта гадость требует 4 таких и 2 таких. И... Знаете, когда я стал устанавливать... Ну, создал все эти лазерные пушки. И когда я стал создавать линзы, то я ощутил проблемам. Электроника и жемчуг. Просто срана вот у чего электроника и жемчуги нужна. И это проблема. Это конкретная проблема от лазерной пушки. Да, не спорю, патроны, все дела. Но это конкретная проблема. Вот. К примеру, фотоновые. Они требуют как такового ничего. То есть они в основном требуют гелюдильчика. Но если вы имеете возможность создавать гелюдильчика, а про это я вам расскажу, то как бы проблем как таковых не будет. Сама пушка требует нифига. И знаете, в чём есть косяк? Я сначала создал 10 лазерных пушек. Потом создал 5 больших линз. И уже потом почитал, что если в типа закинуть 3 стака... Кстати, вот эти паралаги также и остались, но это всё фигня. Если в закинуть 3 стака, то он дамажит в 3 раза больше. По сути, он даже дамажит ещё больше. Когда я закинул 1 стак, сейчас у меня дамажит 42 тысячи. То есть 420 на обычных хексах. А когда закидывал максимально 168 тысячи. То есть 1680. То бись. На... Он получается, даже если в 168 делен 2, это 520. То есть он ещё больше, чем в 3 раза дамажит. То есть суть в чём... Нужно просто ставить именно 3 стака. Дывань не ставил, не экспериментировал. Сдавался уже харвист страйков искать. Вот. Потому что экспериментировал всё на них. Вот. В общем, суть-то дела в чём. Линзы-то у меня есть. И линз у меня 6 штук. И... Ой, 5 штук. Почти 6 штук. И я всё-таки линзы эти доделаю. Ну и потом уже, собственно, продолжим. Как видите, генератор у меня стоит не здесь. Генератор у меня... Опаньки. Стоит вот здесь. Это на тот случай... Ну, конечно, на случай чифов. Чифов я буду вызывать. Потому что так будет намного легче. Допустим. Выключил. Включил. Все дела. Чтобы именно... Ну, я не знаю зачем. Но я решил генератор поставить именно здесь. Я не знаю, что, как, где будет. И в чём будет косяк. Но... Да ладно. Кстати, все последние новости, из-за чего не выходили с серии и так далее, я писал в группе ВК ВКонтакте. И так же там писал о том... Ну, я решил зайти на тот старый сервер. И вы прикиньте... Да, мою базу, конечно, там разнесло. Ещё как разнесло. И там остался чиф, один только гигантозавр. И прикиньте, а меня от него не крашат. Да, походу, дело, меня только крашать осталось. Крашить только от обезьяны. Я ничего не удалял, ничего не делал. И, честно, меня это окрашило от обезьяны. Гигуя как таково не видел. Может, кого-то крашат от того, кого-то от того. Но суть дела в чём? От гигантозавра меня не крашат. Да уж. Ну ладно, с этим-то мы и разберёмся. Вот. Сейчас я пойду уже делать линзы. И... Ну, что, пошучу. Из-за дела, что ли? Хотя, по сути, это ещё та трудозатрата. Да, вы скажете. О, у тебя что-то там, типа, свой сервер. Ты можешь, типа, создать. Вызвать команды и так далее. Но, блин, народ. Реально, вот вы можете посмотреть все мои команды. Вот это вот. И единственное, что у меня здесь есть, это кьюит. То есть, выход. Сейфволд. И с... День, короче, типа, ставлю. Всё. Это команды буквально за... Наверное, больше, чем за неделю. Да, наверное, какая-то из них ещё я на стриме её показывал. Точнее, включал. Вот. Акстунг, кстати, это выход. Типа, он мир сохраняет и выходит из игры. Кстати, очень быстро выходит. Классная команда, и я её обожаю уже. Ну, вот. Прям моментально закрываем. Кстати, вы скажете. Да ладно, что ты там, типа, убиваешь пушками и так далее, чифов? Да как мы, типа, убьём, если нету такого мода? Прайм Мишаня вам в помощь. Прайм Виверны вам в помощь. Почему? Ну, Мишаня к вам легче всё будет достать. Он дамажит сейчас, как я уже говорил. Вот, пойдёмте покажу. А, кстати, пришлось... Я ещё этих... Тушканчиков тоже убрал, мод на тушканчиков. Потому что он тоже нагружал и так далее. Ну, это я всё, короче, поубирал, повыключал ещё тогда, когда у меня не было оперативки. Ну, теперь оперативка есть. В общем, смотрите. Обычный дамаг. 400 тысяч, можно так сказать. Но, опять-таки же, это учитывая то, что он увеличивается на 300, то есть от реалий сервера зависит. Он увеличивается на 300 и... у меня 2Х дамаг. Что означает? Мы имеем дамаг у Мишани. Конечно, такой-то дамаг по босямее. Но автоматически атаковать он будет именно обычный... Обычный атака. Допустим, вот сейчас так. Ну-ка. Убей его! Убей его, говорю. Вот. И... Эээ... Ещё... Погоди, 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 погоди. 645. Это ты чем так продамажил-то мне? Ну-ка, давай-ка, давай-ка ещё курочку. А-а-а! Ты по курицам типа дамажишь больше. Видать, он по чифам дамаж... В общем, короче, как вы поняли, бьёт он обычным укусом. Что означает... Ну, в общем, сами считайте. Две тысячи... Двести тысячи дамаг... Эээ... Дамага за удар. Эээ... У чифов 40... 39 миллионов хп. Ну, в общем, вам нужно будет Мишаник 10, чтобы хоть что-то, да хоть как-то. Вот. Но, опять-таки же, это учитывает то, что Мишаньки раскачиваются до 300... То есть, плюс 300 левел. Эээ... Я, как бы, экспериментировать с этим не буду. Это только в теории. Это я прекрасно понимаю. Это экспериментировать я, как вариант, буду на серверах, где нету пушек и так далее. Это, конечно, да. Сейчас мне, как бы, смысла нету экспериментировать. Потому что я и так трачу сраного тучи времени на то, чтобы создавать это всё говно. И я устал уже летать за жемчугом долбаным. Поэтому я хочу уже добраться до ДОДОХ и валить их нафиг, чтобы доставать обериск. Кстати, вот они, эти линзы. И одна из них обычная, кристальная. Кстати, есть вот такая вот тумбочка. Вот такая сидушечка, прикольная сидушечка. Но! Она создаёт гель. Энджел гель. И, собственно, три серы, три жемчуга, три обсидиана. И создаём 15 геля. Это насчёт того, что я говорил, создавать гель. И, как бы, в целом, я сейчас вам покажу. Да что за опять зары. 150 геля. То есть, мы имеем 30 серы, 30 джемчуга и 30 обсидиана. И получаем 100 патронов. Не сильно много. И очень удобно. В общем, фотоновые пушки намного лучше лазерных. Если сравнивать, так сказать, именно пушки. Вот. Поэтому, как бы, больше лазерных пушки ставить не буду. Я манал. Я устал делать электросхемы. Они делаются долго. Поэтому у меня три аппарата стоят. Я устал лотать жемчуг. Я уже потратил около 15 тысяч жемчуга. Да, у меня на сбор 10х. А с ивентом 20х. Но это полная гель. Я устал. Я устал. Я просто тупо сегодня на все вот это лутание и создавание потратил часов. Ну, часа два, наверное, так вот. Может, чутка побольше. Вот. Поэтому... Да, пять дут. Я просто. Вот. Поэтому сейчас я уже создам все эти линзы. 10 штук, чтобы у меня было их. Сейчас на данный момент я имею ввиду... Я имею у себя пять линз. Все. Создам их 10 штук и все будет хорошо. и вернемся собственно уже к тестированию чифов кстати 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 я когда в волге людильщика я выбил вот эту фигню биотоксин напишите в комментариях что это за говно я выбивал из медуз и честно я где-то как-то пропустил мимо ушей что это за гадость как бы поэтому напишите в комментариях что это за говно и для чего нам нужно вот а я пошел лутать жемчуг я прикиньте я встал весь жемчуг и я не создал еще две больших линзы я создал четыре марта короче фу лазерные пушки говно футберма я лучше фотоновую буду делать нафиг а учитывая что вот это по ходу дела на ресурс фатон да это собственно мод и добавляю а точнее вот этот стульчик добавляется модом на фотоновые пушки а почему стульчик ну потому что я на нем сижу ничего пойду я лутать еще жемчуг а чуть-чуть хотя бы на одну линзу нормально потом эту говняную сделаю и дальше фотонки нафиг поставлю я манал все это делал кирима кусок не лазерной пушки а говно короче полный я думаю они такие прикольные а потом прочитал фотоновые про улучшение типа три фотонки три слота это кайф и все жопу это лазерное говно кстати пока я в поисках жемчуга я вспомнил что хотел сказать пишите в комментариях что хотите чтоб я показал на сериях потому что и лично я хочу побыстрее закончить что-то вот возьмем с локалкой во что-то полный ген нафиг на локалке играть без оператива 16 гигов вообще бесполезно играть на локалке вот пишите что хотите чтоб я показал рассказал и так далее поэтому как бы когда у меня закончится идея что можно показать по моду то я соответственно сезон закончу и уже начну какой-нибудь другой сезон на вот и как вариант уже на сервере вот поэтому как бы пишите 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 если ничего писать не будете то я свои идеи все исчерпаю и на этом собственно и закончу сезон соответственно и закончу рассматривать arkham the life так что как бы в ваших интересах написать что нужно чтобы не так сказать снял то что нужно йоптель моптель сколько там живности не хочу найти кошмар я тут просто реально что-то накосячил у меня ресурс заспавлиться долго аж животин что-то как-то слишком много заспавлилась сначала и собственно из-за этого у меня больше напряг идет потому что когда я случайно загружаю карту за айсланд она так о да за айсланд она так и легко загрузилась и все а здесь все плохо в общем пишите в комментариях то что нужно еще жемчуг поищу в натуре терема кусок ничего найти не могу ну что вот такого то я полик он маленький сделал принял туда мешали сейчас расскажу что и начнем с того что я не стал делать линзы я кое-как нас наш кря был 270 жемчуга потому что они не спавлиться а под водой глубоко под водой искать это тяжело да и потом всплывать задолбаюсь не поставил такие дерьмовые линзы а вот заместо двух линз я поставил две турели плазменные дополнительных вот и собственно да не даже там одна болезнь у меня кое-как бы вышла бася вы и все вот в общем я поставил две фото фотонные лазменные господи фотонные пушки а подсуги вроде бы одно и то же а нет или нет в общем поставил я фотограф утре или две штуки дополнительных и также зарядил их по максимуму вот собственно уже немножко потестировал мишане у я сейчас расскажу зачем сюда поставил и погнали я вам расскажу на что то что за проблема, можно так сказать, мы имеем. Я думал, как. Сейчас я вам покажу. То есть вот, берём, выключаем генератор. Хватаем любую жертву. Так сказать, жертву эксперимента. Так. Скидываем сюда, и, как видите, он будет жить. Ну, куда пошёл? Куда пошёл? Куда пошёл? Вот, назад старающийся. Вот, и суть-то в чём? Я думал, будет как? Я такой, типа, подхожу, нажимаю красную кнопку, и, типа, они убивают. Не тут-то было. Так, давайте-ка глянем дальность прорисовочки, если бы я поставлю, и дальность буферизации мира, я не думаю, что мне нужно будет, но ставим так. Как видите, деревья я начинаю видеть, но пока что толку нету. Подлетаем ближе. Вот они, пушечки, прогрузились. Тихо-тихо-тихо. И вот, только сейчас начали убивать. То есть, хоть какая дальность прорисовки, суть в том, что она только сейчас начинает убивать. Когда я начинаю подлетать на это расстояние. И я боюсь, что это будет момент краша, и всё будет фигово. Ну, это всё, да, и фигня. Для чего стоит мишаня? Как вы понимаете, да, крашат все дела, это из-за спрайта чифа. Я думаю, а если будет труп валяться? Ведь точно так же может крашнуть и из-за трупа. Поэтому, как бы, я сюда поставил мишаню. У мишаня 21,5 миллиона хп. Ну, и дамаг вы сами прекрасно видели. Поставлю его на агрессивный, чтобы он именно всех вокруг бегал, убивал. И, соответственно, чифа точно так же. На него агрелся. И когда чиф сдохнет, то он, соответственно, сожрет его труп. Вот, маленькая предосторожность. Я думаю, она нам не повредит. Так, генератор у нас включен, и всё хорошо. Зачем я так поставил далеко генератор? Ну, а вдруг его сломают? Вот, есть ещё агрессивный. Огромнейший риск того, что... Всё пойдёт крахом, когда у меня сломают мои... Ээээ... Мои... Провода. Так же есть огромнейший риск того, что... Ээээ... Поэтому, как бы... Ну, приходится делать так. Эээ... Жульничать. Назовём так это. Жульничать приходится пока что. Так, с... Чиф... Матрикс. Нужен Токсик Блад 60. И одно сердце. Токсик Блад, да мы имеем дофига. Я бы даже так сказал. До усрачки. Вот. Остаётся только... Опс. Остаётся только взять сердце. Куда сердце сунули? Не помню. Вот они, они. 16 сердец. Добывается это всё легко и просто. Так что, как бы, не проблема. Создаём сразу же один Чиф... Чиф... Чиф Матрикс. Матрикс. И погнали. Мир я сохранил. На тот случай, если у меня крашница, дела, как бы, я там, типа, такой, хоп, вылетел, и... У меня мир загрузился. Тот, собственно, который я сохранил. И это будет хорошо. Хорошо. Вот. Тогда мне придётся, собственно, всю серию обратно переписывать. Но это всё уже фигня. Такс. Как говорится... Настал момент истины. Кстати, я хотел провода прямо пустить, но в итоге получилось. Сами, как видите, получилось. Ну, опять-таки же, я хотя бы вовнутрь попал, но на том хорошо. Такс. Всё плохо, всё плохо, всё плохо, всё плохо. Я очкую, я просто дожучь, как очкую. Использовать. И валим, короче, отсюда. Валим, говорю, отсюда. Потому что, честно, я не знаю, что может получиться из этого, и что вообще будет. Но пока что, видите, да? Зелёный луч какой-то появляется. И так далее. Ага. Вот моя труба. Спайглаз и бинокуляр. Не, ну это, конечно, идеально, блин. Вот это вот идеальное место для просмотра. Вот. Как видите, луч долбит. Луч перестал долбить. Как вариант, он заспавнился. Ну, погнали смотреть. А вот и гига, собственно. Гига, 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 гига. От него меня не крашат, так что всё пучком. Да ладно, там ещё и обезьяна. А, погоди, обезьяна меня тоже что-то не крашит. Собственно, вот вы видите дамаг. Вот, собственно, всё, что мы имеем. Мишаня вовсю глушит. Эти вовсю бьют. Плазму стали бить. И всё должно быть хорошо. Ага, обезьяна уже практически полудохлый. Отлично, джангл чейф сдох. О, чейф сол, три штуки я даже получил. Да ладно, он не один вызывается. А вот это уже подстава, я не знал. Конечно, построечки мои попереломали. И... Я это прекрасно понимаю. Ёп твою ж налево, просто всё попереломано. И... Всё попереломано. Да ладно, носорог-то какого фига вылез? А чё они так вылазят-то постоянно? А чё, а чё, а чё они всё лезут и лезут? Ну, Мишаня, на тебя вся надежда. Ох, мать твою. Не, ну, у меня вроде бы не крашат, так что погнали. Ой, мать, я горю, я горю, я горю. А чё они всё лезут и лезут? Давай, Мишаня! Я в тебя верю. Ну, чип, конечно, дамажит ни о чём. По... По крайней мере, по прайму. А... А какого фига? А, 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 а... Какого фига? Не, раз этот говнюк ходит, значит всё пучком, да? Кстати, стоять. Ты типа сагришься? Так, ты срёшь, значит всё пучком, да? Значит я не завис. Ёптель-моптель. Вот они, собственно, броня. Слушайте, а может реально пофиксили и больше не крашат? Да уж, ну, я честно думал, что мои пушки подольше продержатся. Почему я не закрыл их? Потому что... Потому что гладиолус. Так, стоять. А, какого фига? Я не могу взлететь, прикиньте? Так, стоять. А почему он не дамажит? По стройкам он наносит просто колоссальный урон. Офигеть. И, по ходу дела, мой Мишаня сейчас сдохнет. А вот это уже фигово. Мишаня, валим отсюда. Валим, 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 валим отсюда. Ща ты отхиляешься, и мы с ним разберёмся. Только разберёмся, уже я на тебе буду сидеть, и будем разбираться. Я не думал, что их столько будет, сраного много. Но зато Чив Соул добыл. Нехило. Блин, я не вижу это. Так, вот он, Чив Соул. Вот, Биг Фуд Соул. Всё отлично, хорошо. Два, три, четыре, пять. Вот он, полный сет. Босявый, враним. Такс. Ну, что? Подготавливаемся по полной. Собираем все бутыли. Нафига я зелёный взял, я не знаю. Но Мишаню я спас вовремя. Ёп, твоё ж налево. Пятьсот хп осталось. Прикиньте, просто пятьсот, мать его, хп осталось. Обалдеть просто можно. Обалдеть. О да. Мишаня, живи. Мишаня, живи. Вот это же реально, а. Ну, твою мать, ты сраный козёл. Ну, какого фига ты опять забурился? Так, во-первых, надо тебя отцепить. Так, Керчик. Сядь, жри и сри, короче. Понятно. Система, короче, моя не идеальна. В том плане, что оборонка была дерьмовая. И они просто сразу же достали. Как вы помните, у Адзака были они на скале. И в этом плане толку от них было намного больше. И это что за труп сраный? Как? А ты как сдох? Погоди, 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 погоди. Ты как сдох? Ты что, из-за того, что в воду занырнул и сдох? Не, не, ну это совсем беспредел какой-то. Ты что, из-за того, что в воду занырнул и сдох? Из-за того, что в воду занырнул и сдохнул и сдохнул и сдохнул и сдохнул и сдохнул и сдохнул. Чиф Соул, это самое главное. Кстати, интересно, Чиф Бигфут Соул, к примеру, вот эти вот, они точно так же Чиф Мамон Соул. Они точно так же канают, типа, или же нет. Ну и опять-таки же у меня фул прикольная броня. Это означает в четыре раза больше броня, чем у меня есть. Так, давайте рассмотрим его вблизи. О, у тебя 18 всего лишь лямов. Цеплан Чиф. Окей. Ну, тебя будет завалить уже полегче. Как бы я уже сам сижу на мешане. Я тебя в легкую дамажу и так далее. Я до сих пор не понял, в чем прикол был с Гигой. И почему он так это... Ну, это, конечно, было весело. И, кстати, как вы видите, не крашит ни от одного. Я всех смотрел их, и ни от одного меня не скрашнуло. Это, конечно, здорово. Но, в целом, вся моя система, которую я тут строил, она лажа полная. Ох, ихтиозавр выбрался на берег, выкинулся. Конечно, по постройкам он дамажит просто 13... О, 3 миллиона. Это, конечно, да. Это еще та подстава. О, костюм. Райна, костюм Чиф прикольным. Вот. Это, конечно, еще та подстава. И, честно, я... Я вообще думаю, он вызовет, типа, одного Чиф и все. А тут один, второй, третий. То, получается, Гига, Бигфут, то есть обезьяна, мамонт, носорог. Вроде бы 4, да, получается, он вызвал. Офигеть. Четырех Чифов мне вызвал тут, блин, в натуре. И, по сути, такая, в основном, так сказать, основная проблема только с Гигой, я как заметил. Потому что что-то все остальные сдохли. К примеру, обезьяна сдохла от плазменных. А вот Гига, конечно, да, он большой, он агрессивный и бьет. В общем, не зря Мишанин притащил. И, ну, как видите, в одного на Мишке, на раскачанной Мишке, а самое главное, с бутылями, тащить можно. А если вы вдвоем, то и подавно. Вот. Самое главное, это, конечно, бутыли. Это, конечно, раскачанный Прайм. И это, конечно, большого левла Прайм. Ну, и смотрите, чтобы у вас был левел, то есть, прибавка к левлу была 300 и больше. Тогда будет все хорошо. Ну, и, конечно, посмотрите сначала, сколько ХП у чифов. Узнайте всю эту информацию и так далее. Это вам будет полезно. У вас вот такой вот трубы замечательный, вряд ли на сервере она будет. Потому что она очень, очень, я бы даже так сказал, читерская. Потому что вы мало того, что видите ХП, так вы еще видите давление и так далее. И все это прекрасно видно. Вот. Ну, лично мне она очень сильно нравится. Ну что, вот так вот он мне весь остров мой раздербанил. Я переделаю, я сделаю... У меня уже появилась идея, как это все сделать, переделать и так далее. Так что, как бы, не проблема. Но это, конечно, уже будет в другом месте. Вот. Опять-таки же я сделаю такой закончик, и я сделаю чисто из плазма. А для чего я все эти собрал, вот эти вот кристаллы, линзы? А для того, чтобы в промышленном этом все разобрать. В промышленном, что там в промышленном? Дробилки в промышленной. Ну вот. В общем... Еще раз от Зака спасибо за то, что он задонатил мне на оперативную плату, благодаря нему, собственно. Я продолжаю снимать на локалке. Честно, 9,5 гигов, уже почти 9,5. Он жрет аркой. Я не ожидал такого, но я не думаю, что больше будет кушать. Ну, самое главное, самое главное, это стримы без лагов и без вылитов будут. Так что все будет хорошо. Вот. Как говорится, дальше лучше. Ну, а я с вами на этом, пожалуй, прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Пишите, что нужно снять. Че там? Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Тип того. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok